Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Довольно продолжительный отрезок времени не было обзоров на данную тематику на моем канале. И вот, наконец-то, первая партия проанонсированного обновления пришла. Вчера я на почте забрал посылку с монетами. Также вы можете увидеть, что фоном к данному видео служит все та же папка для банкнот, приобретенная мной недавно на Озоне. Ну, перейдем к монетам. Начнем данное видео с такой монеты Багамских островов 2016 года выпуска, достоинством в 5 центов. Мы с вами неоднократно данный тип монет рассматривали в тематических обзорах. Но, опять же, в очередной раз напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам и по некоторым другим признакам. Также хочу напомнить, что Багамские острова или Содружество Багамских островов – это государство, расположенное на одноименных островах к северу от Кубы и к юго-востоку от полуострова Флорида. Это бывшая колония Великобритании, получившая независимость в 1973 году. Но Багамские острова являются членом Содружества наций и монархом Багамских островов является монарх Великобритании. На аверсе данной монетки изображен герб Багамских островов, ну а на реверсе изображен вот так вот ананас. Монета также достоинством в 5 центов, монета Белиза 2009 года выпуска. Напомню, что Белиз – это государство в Центральной Америке. До 1973 года Белиз назывался Британский Гондурас, также бывшая колония Великобритании. Как нетрудно догадаться, приобрела данная страна независимость в 1981 году. Но, как и Багамские острова, Белиз входит в Содружество наций и монархом Белиза является монарх Соединенного Королевства. В данном случае на аверсе монеты изображена Елизавета II, являвшаяся монархом Великобритании с 1952 по 2022 годы. Ну, реверс монетки довольно прост. Кроме номинала года выпуска еще указано самоназвание государства. Также хочу напомнить, что Белиз – это единственное государство Центральной Америки, имеющее выход только к Атлантическому океану. И одно из двух, наряду с Сальвадором, которое имеет выход только к одному из океанов. Далее. Шесть монет Бермудских островов. Достоинством в пять центов данный тип монет мы с вами. Также в последнее время довольно часто рассматриваем в тематических видео. Но вот попались они мне прям кучкой, решил я их все-таки приобрести. Напомню, что Бермудские острова – это заморская территория Великобритании. Также напомню, что заморская территория Великобритании – это территория, находящаяся под британским суверенитетом, но частью Великобритании не являющейся. Также изображен портрет Елизаветы Второй на Аверсе и на Реверсе данных монет. Напомню, изображена рыбка такая вот под названием «Ангел-королева» или «Зеленая изобелита», или «Зеленая качама», или «Полулунный галакант». Это такая тропическая рыба из семейства рыб-ангелов. Монеты данные 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 и 2009 годов выпуска. Также хочу напомнить, что Бермудские острова расположены в северо-западной части Атлантического океана, примерно в 900 километрах от Северной Америки на группе одноименных Коралловых островов. Далее, также две монетки Бермудских островов, но с разными портретами королевы Елизаветы Второй, достоинством в 10 центов данные монеты 1996 и 2004 годов выпуска. Также мы с вами неоднократно рассматривали данные типа монет. На аверсе изображена Елизавета Вторая, ну а на реверсе монет изображена Бермудская лилия, или лилия длинноцветковая, или лилия Харриса. Как нетрудно догадаться из названия Бермудская лилия, широко распространенная на Бермудских островах. Далее, монета Ботсваны, 2002 года выпуска, достоинством в 10 Тхебе. Напомню, что Ботсвана это государство в Южной Африке, не имеющее выхода к морю. 70% территории данного государства занимает пустыня Калахари. До 1966 года Ботсвана также являлась британской колонией. Столицей государства является город Габароны. Денежной единицей Ботсваны является Пула, в свою очередь делящаяся на 100 Тхебе. На аверсе монеты изображен герб Ботсваны, слово Пула, что с языка Цвана переводится как Дождь. Ну а на реверсе монеты, кроме номинала, изображен Орикс или Сернобык. Это такой вид антилоп, обитающих на юге Африки. Ну и, наконец, памятная монета Бразилии 1972 года выпуска, достоинством в один Крузейро или новый Крузейро. Напомню, что Бразилия это государство в Южной Америке, крупнейшая страна Южной Америки, а также крупнейшая португалоязычная страна в мире. Ну и единственная португалоязычная страна во всей Америке. Стоит сказать, что бразильский вариант португальского языка очень сильно отличается от варианта португальского языка европейского. Если даже название данной монеты по-бразильски будет звучать как Крузейро, то на европейском, португальском все-таки правильнее будет читать Крузейро. Посвящена данная монета 150-летию обретения Бразилии независимости, о чем, собственно, нам гласит надпись на ГУРТЕ. ССКВИ СЕНТЕНАРИО ДА ИНДЕПЕНСИЯ. На версии монеты изображен двойной портрет Педру Первого, первого императора Бразилии, при котором, собственно, Бразилия и обрела независимость в 1822 году. Также данный император под именем Педру Четвертого известен как король Португалии. И второй профиль принадлежит Эмилию Гагастазу Мэдиси. Это генерал, бразильский военный и государственный деятель, президент Бразилии, правивший с 1969 по 1974 годы. Ну, а на реверсе данной монеты, кроме номинала, изображены также контуры Бразилии. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось, и было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственную коллекцию я также буду пополнять по мере возможности и наличии свободного времени. Также буду с вами данными пополнениями делиться. Ну, и по традиции, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok